Мы на месте. Мы приветствуем Ирину. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свой биополиный опериот сеанс? Доверит. Я даю команду. Значит, три. Скэнер сканирует пространство над головой Ирины под ногами. Скэнер сканирует все семь тонких тел Ирины и находит все. У меня воронка с бесом. Значит, три воронка выходят и летят в клетку в тюрьму. Все. Какой бес считает цифру? Восемь. Понятно. Воронка уходит в другую клетку. Один, два, три. Бес остается в другой клетке. Под воронкой открывается портал. Галактические дроны уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Чего ты зашел без? Наступила сама на воронку, а я подбросил своих энергий снизу. Значит, хотел со мной увидеться. Да, она виновата. Пропущила меня. Как ей избегать этого? Твоей подключки твоих воронок. Объясни. Пусть Ирина знает. Что она сделала неправильно? Объясняй. Страх. Страх? Страх. Откуда там страх? Страх это чистота бесов. Откуда взялся страх? Объясни мне. Бомбят ее там. Понятно. Хорошо. И ты заходишь на эту энергию, когда человек боится. Она наступила. Она наступила. Что ей сделать, чтобы в следующий раз не получить эту подключку? Если я наступлю на воронку, мне ничего не случится. Бес. Я это спрашиваю. Что ей сделать? У тебя страха нет. Что она может сделать, чтобы избежать этой ситуации в следующий раз? Ее вибрации из-за страха опускаются. Понятно. Поэтому она цепляет все, что подходит под эти вибрации. Понятно. Хорошо. Значит, мы рекомендуем Ирине поднимать регулярно свои энергии и вибрации. Если бы у нее было порядка 27 Гц, я не думаю, что твоя оборонка удержалась. А, Бес? Она бы даже не почувствовала меня. Она как параллельно показывает. Мы бы даже не столкнулись. Хорошо. Включая Ирине внутренний белосвет 1, 2, 3, на счет 3, выдавливая из нее все энергии страха. Все, что негативное и патогенное, что в ней находится, выходит и формируется в шар перед Ириной. Мне вышел шар. Большой? Как мяч. Бес забираешь? Не только страх. Не только страх. Бес забираешь? Да. Отправляй, Бес. Тебе же надо как-то компенсировать твою воронку. Да, уже лучше. Хорошо, Бес. В любом случае, в следующий раз держи расстояние от этого человека. Не подходи к нему больше. С воронкой или без воронки. Потому что если мы второй раз встретимся, это будет очень печально. Тебе понятно? Ему понятно, но он показывает. Вот он кинул в нее снизу энергии своей. Да. Не, я не. И что делать? Вернуть ему. Хорошо. Все энергии, которые находятся на частоте черта 1, 2, 3, на 4 выходят из пиар-робота Ирины, включая внутренний белосвет, она их выдавливает. Они формируются в шар. Все на частоте черта его подключика. А он говорит, ты же главный здесь, ты не дал такую команду. Ну, сейчас я даю эту команду. Хорошо, что ты меня поправил. Будешь моим заместителем. Ну, он показывает тогда, или тебе надо спуститься до меня. Нет, 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 нет. Ну, а ты сможешь до меня подняться? Нет. А я, кстати, часто спускаюсь к вам, принося души, которые заслуживают находиться у вас. Нет, ты не спускаешься туда. Я к воротам подхожу. Это не к нам. Это не к вам. Ладно, хорошо, все. Закрыли этот вопрос. Ты доволен? Шар отправляю ему. Доволен. Хорошо, Бес. Все, давай, закончим на хорошей ноте. Ты готова уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. И став угонную пентаграмму. Готово. Отлично. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Ирина, сейчас? Легче? Легче. Хорошо. Давайте заправим вас энергиями. Еще будет лучше. Посмотри, Верочка, сколько энергии и какая частота вибрация необходима Ирине? 370. Да. И на счет 3 в макушку головы Ирины поступает 7 высокоэбрационных подъемов. Частота ее вибраций поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Отлично. Мы закончили. Будем сейчас приглашать куратора или учителя Ирины в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти куратора или учителя Ирины. Ну, он такой же, как она. В плане. Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перво в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. В плане межгалактических. Понятно. Мы приветствуем куратора или учителя Ирины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Поль. Поль? Да. Поль. Уважаемый Поль, вы куратор? Это мое имя с прошлой жизни. Хорошо. Если вам приятно, мы будем вас называть Поль. Вы куратор Ирины? Да. Отлично. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку. Мы раньше чистили Ирину. Мы сегодня вытащили из нее еще воронку с бесом из-за страха. Все это убрали, заправили энергиями. И Ирина выразила, изъявила желание задать своему куратору 10 вопросов, которые беспокоят. Будьте ли так любезны ответить на эти вопросы или на те вопросы, на которые вы можете ответить? Я постараюсь ответить. Благодарю вас. Я, начиная тогда с приветствия, с безмерной любой приветствия своего куратора, учителя. И очень рада нашей такой осознанной встрече. Мои 10 вопросов. Первый вопрос. Я прошу активировать мои межгалактические энергии и связь с куратором для чистейшего общения. Как я могу с ним связываться, чтобы не было подключений технократных цивилизаций? Сейчас, секунду, я просто расскажу, как они выглядят. Они выглядят как космос. И их семь тел имеют, вот как звезды в космосе, также они имеют цвета по энергиям. И, значит, чтобы активировать эту энергию, он вот так собирает руками всю эту, ну, как стряпает, я бы сказала. Он собирает все эти семь тел и делает в стержень их. То есть тела остаются, но вот эта энергия, как космическая. Я понял. Она превращается внутри в стержень. Замечательно. И она такая очень плотная, резкая, что ли, быстрая, наверное. Он показывает, как из нее она напрямую идет к тому месту, где создаются эти души. Отлично. То есть она может резко ее как выкидывать наверх, что ли, потом собирать внутри себя в стержень. Расплываться по всему телу, по всеми телам. В общем, она может играть ей, как хочет, сверху вниз пропускать ее, как лечебную. Это ее энергия. В область боли или страха может опускать эту энергию. Направлять. Конечно. Хорошо. И вторая часть вопроса. Как я могу связаться с Куратором, чтобы не было подключений технократных цивилизаций? Вытащили мы из нее не технократную цивилизацию, вытащили без воронку, в которую она вступила, правда? Технократные цивилизации любят наши энергии. Ой, вы знаете, они все любят энергию. Мы с ними каждый день встречаемся. Защита, я показал, уплотняй свои энергии, прежде чем выпускать их. Делай их максимально непробиваемыми. Визуализируй пругость. И дай установку, что эти энергии непробиваемые. Это очень важно озвучить, эту фразу. Если вы позволите, немножечко... Это намерение без него не сделает никакая работа. Абсолютно верно. И плюс визуализация этого всего процесса. Благодарю вас, уважаемый Поль. Мы здесь закончили с этим вопросом или вы хотели добавить что-то? Добавить хочу. Пожалуйста. Ты хочешь связываться со мной телепатически, представляя тонкую струйку этой энергии. Как она выходит с одной стороны, из виска, соединяется со мной, выходит с другой стороны, он круг показывает. Из одного виска в другой, и так же ему, и они по кругу, как телепатически общаются, этой энергии. Прямой канал связи. Так было задумано. Продолжаю. Второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, о моем металлическом доме в космосе, где была создана моя душа. Что там в середине и какая изюминка у моей души? Вот такой вопрос. Мне проще показать тебе, как это выглядит. Это не дом и не шар в понимании, как ты это представляешь. Это огромная конструкция с разными отсеками и структурой. Можно сказать, целый мир в одном из отсеков производят межгалактические души. Изюминка этих душ, их состав, было смешение Абсолюта, частицы Абсолюта и частицы Галактики, так как она живая. Вы же знаете, что все живое, все имеет свою структуру. Конечно. Частицы Галактики и частицы Абсолюта были синхронизированы и гармонично распределены в одно целое. Так и получилась наша душа и пошла путешествовать по разным объектам, таким как Земля, например. Наши души достаточно молодые, и мы получаем колоссальный опыт, проходя жизнь, пребывание на разных объектах, как я уже сказал. Я хочу добавить, что примерную структуру, как ты говоришь, нашего дома, вы можете увидеть у себя в некоторых фильмах. Если бы вы еще сказали, какой фильм. Я был бы очень признателен. У нас очень много фантастики, которая имеет действительно параллели к тому, что мы видим. Например, мы с Верой в Астрале, а бывает чисто выдуманная, высосанная из пальца информация, которая просто запутывает людей. Я понимаю, это трудный ответ. Благодарю вас, Поль. Это как американские горки. Именно так состоит наша структура. Это не шар и не какой-то определенная геометрическая форма. Это, как я уже сказал, лента иногда закрученная, иногда продолженная. Она состоит из отсеков. Очень удобно устроена. Я полагаю, ваши души были созданы с опытом всех предыдущих воплощений. Соответственно, они имеют какие-то, безусловно... Соответственно, уже с заложенной информацией. Совершенно верно. Да, благодарю вас. Поля, еще один вопрос. Я не знаю, уместен он или нет, но это для Ирины. Чтобы визуально представить, сколько световых лет вы от Земли находитесь? Это планета. Какая планета? Ну, вот эта планета, межгалактический дом в космосе, о котором спрашивала. Ирина, где рождаются ваши души? Где они создаются? На границе галактики. На границе галактики. Ну, это очень далеко должно быть, да? В наших пониманиях. 360 тысяч. Тысяч световых лет. Световых лет. Это небольшое расстояние для нас. Я понимаю. Мы, если закончили, и вы и закончили, можем проходить к следующему вопросу? Да. Благодарю вас. Третий вопрос. С учетом чего творцом создавались искусственно межгалактические души? Как пришли к их созданию? Вот такой вопрос. Все развивается. Когда скрещивали абсолют с лошадью, получился кентавр. Он действительно был? Он был. У нас как миф на Земле об этом говорят. Кентавр. Существовал. Получеловек, полулошадь. Экспериментов было много. Теперь другие технологии, другое развитие и эксперименты, соответственно, другие. Отлично. Но они никогда не прекращаются. Для чего созданы? Для улучшения информации, энергообмена, памяти. Это усовершенствование в какой-то степени. Я это точно так и вижу. Это усовершенствование. Это какие-то новые технологии, которые до этого не существовали. И тут они... Технологии души. Технологии души. Благодарю вас за эту информацию. Очень интересно. Позволите переходить дальше к вопросу или вы хотели добавить? Переходи. Четвертый вопрос. В прошлом сеансе, это когда мы ее чистили, мне сказали, что у меня прямой канал к моему металлическому дому. Прошу его активировать и рассказать алгоритм связи с этим домом, как мне правильно взаимодействовать для получения знаний и информации. Такой вопрос. Видимо, я уже ответил на этот вопрос. Я лишь хочу добавить. В этом доме есть отсек-библиотека, куда ты можешь направлять свой стервик для получения информации. О, какая ценная информация. И она может запрашивать любую информацию и получать оттуда, из этого банка данных. При определенной осознанности. Безусловно. Соответственно, да. Это надо, конечно, пройти определенный путь для того, чтобы развить себе эти способности. Но при наличии их эта возможность существует. Об этом очень важно знать. Я услышал слово «страх». Да, было там такое. Объясните. При таких чувствах это невозможно уплотнить свой стержень и выстрелить до библиотеки. Как я уже сказал, для нас это небольшое расстояние. Скажите, пожалуйста, уважаемый Поль, мы опять затронули слово «страх». Объясните, пожалуйста, как ваши души, рожденные на вашей планете, должны работать со страхом? Воспитание души. Для этого вы на земле. Воспитание души. Боритесь со своими страхами. Преодолевайте. Не забывайте о силе своей души. Не подпускайте страх. Отступает страх. Вспоминай, что твой стержень может, работает как оружие. Лучшее расстояние. Да. Рассыряясь и выгоняя, отбивая страх. Можете сделать удар этой энергией. И сжечь все. Удар изнутри, расширив свой стержень до предела своих тонких тел, физического тела. Или же расстояние, которое вы можете себе представить, отгоняя страх. С этим нужно работать. Итак, пятый вопрос. Каким образом я могу использовать эти знания и энергию дома для своего становления, во благо мне и для блага других людей? Каким образом, чтобы их использовать, их нужно представлять и научиться работать с ними? Я уже ответил на этот вопрос. Я тоже. Научившись работать с этим, придут понимания, как можно использовать их для себя и других людей. Все понятно. Благодарю вас. Идем дальше? Да. Шестой вопрос. Я прохожу курс Камалайи «Золотой геном». Отдалась ему целиком и полностью. Услышала свое космическое имя. Расскажите, пожалуйста, что несет чистота этого имени и что она означает? Означает гармонию. Тебе приятно, оно этого хватает. Отлично. Ты беспокойна с ним. Мы закончили здесь? Да. Благодарю вас. Она опять спрашивает в следующем вопросе об этом золотом геноме. Какие трансформации произошли и происходят со мной на тонком плане при прослушивании уроков инициации золотого генома? Я не могу описывать то, что по вибрациям ниже вибрации твоей души. Что-то происходит, несомненно. Ты можешь видеть эти кристаллы вокруг тебя. Но твоя душа намного сильнее и прочнее. Гибче и ярче и родней. Зачем тогда опускаться на порядок ниже? Чтобы дорасти. Это путь определенный. Чтобы дорасти до своей души. Хорошо. Значит, если он у нее есть, значит ей нужно пройти этот путь. Я благодарю вас, уважаемый Поль, за эту информацию, которую вы дали. Я могу переходить к восьмому вопросу, с вашего позволения. Не открывается на данном этапе кристаллографическое видение, яснознание и яснослышание. Что препятствует раскрытию? Ты играешь словами, забыв про простую визуализацию. Нужно идти малыми шагами. Визуализация – это твое оружие. Научившись визуализировать, будет идти информация. Это и есть яснознание. Научившись визуализировать, ясновидение и яснослышание приходят вместе. Могу только это подтвердить от нас, с веры. Так это и было. В нашем конкретном случае. Благодарю вас, уважаемый Поль. Я хочу добавить лично вам. Прошу вас. Я считал информацию Argo VP2, школа регрессивного гипноза, и я хочу сказать, что у вас очень правильно, пошагово простроена программа с малого к большому, без прыжков и скачков, доступна. А вы можете это видеть? Я считал. Замечательно. Ваша школа здесь. Благодарю вас за эти теплые слова. Да, мы действительно этим занимаемся. Мы рады всем осознанным душам, которые придут к нам на обучение. Но для этого надо сначала достигнуть какого-то определенного уровня. И тогда мы открываем эти двери, в которые люди, эти души идут дальше сами. Это понятно. Я лишь хочу сказать, что от простого к сложному нужно идти. Если вы начинаете с середины, вы забываете про начало, как это у Ирины. Визуализация была упущена. Поэтому нет яснознания, яслослышания, ясновидения. Структура обучения. Все, в полном порядке, я бы сказал. Иначе был бы хаос. Я благодарю вас за эти теплые слова. Мы воспринимаем это как комплимент в нашу сторону. Нашему куратору будет очень приятно такое слышать тоже. У нас есть куратор, да. Мы все это делаем. И нам очень приятно, что вы это заметили. Благодарю вас, уважаемый Поль. Я лишь хотела показать на вашем примере, что структура действий очень важна. Абсолютно верно. Мы прошли этот путь, поэтому мы можем делиться в этом случае только своим личным опытом, который был и есть очень насыщенный. И у нас уже появились первые выпускники. Мы надеемся. Может быть, возможно, Ирина дойдет до нас когда-нибудь. И мы научим всему, чему мы знаем. Это наша задача, это наша работа. И мы очень любим ее. Это будет зависеть от роста души. Все верно. Благодарю вас. Можно переходить к следующим вопросам? Да. Девятый вопрос. После чистки у Влада с Верой, это мы с Верой, и по мере прохождения курса Камалаи, произошла полнейшая зачистка моего окружения. Остался только муж, и то, вижу, к нему тоже очередь подошла. Это так расчищается дорога, чтобы я духовно развивалась и встретила действительно уже подлинную, настоящую любовь или еще для чего-то? Такой вопрос. Это слова неосознанной души, подлинная любовь и поддельная любовь. Это неправильные понятия. Из этого я лишь могу сделать вывод, что на сегодняшний день у межгалактической души, получающей опыт на Земле, и есть поддельная любовь, что нелогично абсолютно в нашем мире. Я упустил вопрос. Давайте я его прочитаю потом. После чистки у Влада с Верой и по мере прохождения курса Камалаи, о чем она рассказывала раньше, произошла полнейшая зачистка моего окружения. Остался только муж, и то, вижу, к нему подошла очередь. Тоже. Это так расчищается дорога, чтобы я духовно развивалась и встретила действительно уже подлинную, настоящую любовь или еще для чего-то? Здесь есть два аспекта. Первый аспект. Нельзя возвышаться над другими и заноситься. И второй. Это нужно беречь то, что ты имеешь, получая свои знания. Быть в добре с тем, что ты имеешь. И нести это добро туда, где ты, туда, где твое окружение и любовь. Там, где ты находишься. Благодарю вас. Интересно. Ты сама должна решить, окружение исчезло или ты исчезла из окружения, возвышившись. Я благодарю вас, уважаемый Пой. Это определенный урок для души. Осмысление. Это то, что ты должна будешь проделать в своей душе работу и определить, честно признаться себе, в каком аспекте ты. Все понятно, четкая инструкция. Можем дальше продолжать? Да. Последний, десятый вопрос. Мне очень симпатичен один мужчина. Нравится, что тоже идет путем духовного развития. Если это действительно то, о чем я мечтаю, не хочется потерять человека. Для меня это крайне важно. Что скажете в этой ситуации? Я не понял вопрос. Что значит не хочется потерять человека? О ком речь? Она говорит двусмысленно в этом предложении. Я должен вам заметить нюансы нашего языка. Она пишет. Мне очень нравится и симпатичен один мужчина, что он развивается и идет каким-то путем своего духовного развития. Дальше она пишет. Если это действительно то, о чем я мечтаю, и на этом месте я не знаю, о чем она мечтает, это можете знать вы, уважаемый Поль, то ей не хочется потерять этого человека. Для нее это крайне важно. И вот она интересуется, что скажете вы в этой ситуации. Я читаю. Это полигомия. Секунду. Первые вопросы мне нравились больше. Согласен. Мы говорили, мы просили задавать вопросы только о себе, но человек вот настоял на этом вопросе. Я читаю информацию, человек, про которого говорит Ирина, не в курсе ее придуманных чувств. То есть дальше продолжать нет смысла, да? Потеря времени, пустоту и энергии. Я констатирую факт решать ей. Все верно. Все решения лежат в человеке, в самом. Куратор никогда не возьмет на себя ответственность за любой выбор человека. Он может только направлять его в духовном развитии. Я хочу дать совет, хотя не любитель делать это, освети эту энергию в своей душе и будь честна с тобой, делая выбор. Любой выбор. Благодарю вас. Заключительная часть ее послания. Я очень люблю своего куратора, учителя, свою духовную семью, вечно и бесконечно. Я от чистого сердца благодарю за встречу, за ответы, за тепло. Благодарю за эту прекраснейшую возможность Влада и Верочку провести нашу встречу. Это заключительные слова Ирины, которые она направила своему куратору. Я благодарю Ирину. Межгалактические души соединены телепатически между собой, но имеют мало опыта. Поэтому такой разброс совершенно правильных вопросов в совершенно неправильной жизни на Земле. Честность самой себе – это первое, что должно быть. Это заложено в наших душах. Этим ты уменьшаешь свою душу, делаешь ее невидимой. Чистота души покрывается пленой. Я очень попросил бы Ирину открыться самой себе. Душа подскажет правильный ответ. Всегда, на любой ответ, на любой вопрос, ответ лежит в душе. Душа шепчет. Но вы отгоняете это. Потому что хотите другой результат. И вот здесь нужно быть честным. Любовь – это энергия. Это очень сильная и мощная энергия. И делить ее на ложную и настоящую нельзя. Душа знает это. Душа плохо. Ирина понимает, о чем идет речь. И сделает свои выводы, исходя из этой ситуации. Вы знаете, намного лучше свою подопечную, чем мы. Мы только можем зачитать вопросы, как-то субъективно дать какое-то оценочное мнение. Хотя в этом случае нет вообще никакой необходимости. Вы все правильно ответили на все эти вопросы. Мы очень благодарим вас, уважаемый Поль. Простите, это имя Поль. Вы жили на Земле когда-то? Да. Я же сказал. Потому что моего прошлого воплощения на Земле. Поль. Поль – это, скорее всего, Англия, да? Поль. Пол. Такого плана, да? Вы жили в Европе? Ладно. В Бразилии. В Бразилии. Надеюсь, ваш опыт был очень насыщенным. Уважаемый Поль, мы закончили с вопросами. Если позволите, у нас есть в этой комнате диагностики твердая традиция, добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам, а было уже очень много здесь, всегда мы дарим один определенный подарок, который все души с удовольствием принимают и понимают его. Верочка, в твоих руках появляется самая, появляется картинка с самыми вкусными, свежими, спелыми ягодами, которые есть на Земле. Полной сока и энергии. И мы спрашиваем разрешение куратора Поля, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак сегодняшней встречи, на добрые воспоминания, в знак благодарности за его помощь и ответы на эти вопросы. От меня, от Верочки, от Ирины. Какой необычный подарок. Моя душа восторжена. Мы благодарим вас. Для нас это самая большая награда. Это хороший сюрприз. Благодарю вас. Отлично. И хочу напомнить Ирине, что я на связи с ней телепатически. Имя она ваше знает. И технику она тоже должна уже была освоить. Благодарю вас, уважаемый Поль. Еще раз на этом месте примите на искренние энергии благодарности от нас всех. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Возможно, еще возникнут вопросы или ситуации. Мы всегда рады будем помочь. До скорых встреч. И примите, пожалуйста, привет от нас, вашей планете. Приводите свои души, передайте. Если, пожалуйста, еще до кого-то достучитесь, мы всегда будем рады приветствовать и помочь душам раскрыться и выйти на правильный путь. Нас посещают очень многие цивилизации. Пледианцы, арктурианцы и все другие. Благодарю вас за это приглашение. Замечательно. Передайте его, пожалуйста. Мы всегда рады. Всем, до кого вы достучитесь. Приводите, мы поможем. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично, Ирина. Как вы себя чувствуете после встречи с вашим куратором, Полем? Очень много полезной информации, которую мне нужно проработать, подумать и решить. Все верно. Благодарю вас. Будем возвращать вас назад для того, чтобы все эти энергии закрепились на вашем физическом биороботе. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Ирины в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке и каждой излинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Активирую ее, Меркаб. И, значит, реактивирую Ирина в ее биополе. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса энергии Меркаба. 1, 2, 3. Активируется каркас. Но у нее есть только какая-то очень потухшая. Готово. Отлично. И отключаемся от Ирины. И возвращайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я на месте. Продолжение следует.